Дорогие друзья, начинаем представление с участием главного тренера МНС Зелорусского Домбола Юрия Анатольевича Шевцова. Юрий Анатольевич уже определился составом, который отправится на чемпионат мира в Испании и готов вам его озвучить. Начнем с этого. Выезжают у нас 19 человек. Я раскрою сразу некоторые секреты, что в заявке разрешено 16. Мы будем заявлять из 19 выездных на первую игру 15 человек. Остальные у нас будут играть и открытые. Для заявления, скажем так, это маленький трюк, который делают все команды почти. Для того, что если что-нибудь случится, то можно еще заявить одного игрока дополнительно. Если же ты заявляешь 16 игроков, уже этого дополнительного игрока ты не можешь заявить. Поэтому все 19 игроков могут на протяжении турнира занять роль в составе нашего группового турнира. Кто успел заскочить последовательность? Мы во главе поезда едем. У нас вагонов нет. Нет, есть еще одной вагон. Выезжают 19 человек. И еще раз повторяюсь, все 19 человек претендуют на место в составе. Значит, естественно, мы берем с собой Алексея Хаткевича, парень, который довольно в последнее время о себе хорошо заявил на турнире в Латвии. Поэтому было принято решение вместе с тем показать тоже всем молодым игрокам, что у них есть всегда возможность, если они будут хорошо играть, тренироваться, попасть национальникам. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Вопрос еще сразу по Кириллу Квязеву. Памятую форму, когда вы было. Как давно вы были? Как у него все в порядке? Ну, у Кирилла была травма. Значит, на турнире Кирилл играл с дозированными нагрузками. То есть мы принимаем дыши, не обрабатываем. Ну, Анатольевич, хорошо бы механизм этих всех дозаявок растолковать обстоятельные. Ну, а первое, хотелось бы знать, может, вы уже думаете, от тех 15, которые будут заявлены перед первой игрой. А во-вторых, там же, кроме еще до заявки 16, можно, походу, кроме мира, двух человек перес берут. То есть, им тоже черпать, естественно, варианты будут из этих 19. Из 28? Ну, можно из 28, но логично подходит, что именно эти 19. Есть ли у вас уже алгоритм действия на этот счет? Или это секрет? Я думаю, что у нас примерно есть план. Мы, секрета тут большого тоже нет. Так как мы играли в Швейцарии, примерно так мы будем играть в Баркенче. Кто из игроков будет на трибуне, естественно, я могу сказать, что это будет один из-за вторых. Сейчас говорить о том, кто это будет, ну, это просто спекуляция. Сегодня я сейчас назову, как перед турниром в Латвии, что у нас едут одни игроки, поснимали с поезда. Поэтому давайте подождем до начала игры. Но я могу сказать, что один вратарь будет на трибуне, однозначно будет два играть. по игре, а то, что мы планируем, будет примерно такой же состав, как и в Швейцарии. Потому что в Швейцарии мы уже наиграли конкретно те замены, плановые замены, так и будут начинать. Я думаю, что, во-первых, у игроков большая мотивация выступать на чемпионате мира. И, зная, как каждый готовился к этому турниру, какая атмосфера была, как ребята выкладывались для того, чтобы попасть в состав, могу сказать, что на сегодняшний день у нас Коженевский едет, он еще не здоров после своей травмы. То есть мы его не можем выпустить завтра. И однозначно я могу себе сказать, что Виталик будет один из тех, кто в первой игре будет сидеть на трибуне. Потому что он еще не готов, ему еще нужна неделя. Но восстановить ту травму, которую он получил за это короткое время, это уже говорит о том, что игрок хочет, игрок старается. Потому что, естественно, я сам был игроком и знаю, что любой готов сделать все, чтобы поехать на чемпионате мира. Поэтому в психологическом плане мне не приходится здесь много что-то делать. Главное в том, чтобы каждый выходил на игру и показывал то лучшее, что он... А прятаться нам неким, нет соперников тех, которым мы должны прятаться. Мы знаем, кто сильнее нас, кто слабее. Пожалуйста, еще вопросы. Как вам удалось реализовать все ваши подготовительные оплаты? Насколько они, так сказать, осуществляют? Ну, я, в принципе, доволен всем, как все это прошло. У нас были небольшие трудности перед турниром в Латвии. У нас были небольшие трудности. Задан вопрос по игрокам брестским, по травмам. Но я думаю, что мы справились по мере наших возможностей с этим. Поэтому, в общем, я доволен. Я доволен тем, что мы впервые едем на какой-то турнир, где, скажем, мы выиграли турнир в Швейцарии. Обычно мы всегда едем еще в проигранку, а потом только едем. Это, если брать, перед Словаками мы россиян проиграли. То есть, довольно все на положительную минуту у нас. Мне нравится, как команда воспринимает подходящий чемпионат мира. И что особенно отрадно, и я очень доволен, что по сравнению с Латвией было однозначно, что в игре с Россией слишком было много ошибок. Их у нас и сейчас много. Но 30% технического брака мы убрали на турнире в Швейцарии. Поэтому, если мы еще добавим несколько процентов, то я думаю, что мы будем на правильном пути для того, чтобы на равных сражаться с большими командами. Еще вопросы? Какой расцель пришелся на выход из подгруппы? Водание в четверг. Ну, всем известно, наша подгруппа, что у нас довольно тяжелая подгруппа. Все говорят, что наш главный соперник – это Корея. Я говорю, что у нас все пять команд – это наши соперники. Выход из подгруппы – это наша цель. Наша цель. Поэтому эту цель мы будем преследовать. Для этого мы готовились. Как я нахожу возможности наши. Я думаю, что это реально. Реально, но нужно для этого предложить много усилий, и все у нас должно сойтись. Поэтому ребята должны быть сконцентрированы. Ребята должны верить в себя. Я думаю, что мы к этому готовы. Как будет, покажет время. Еще вопросы? Петр Заяц, Парсенков. Юрий Анатольевич, в пятницу вам предстоит сложная дорога до Сарагоса. В субботу у нас уже игра. Не опасаетесь ли, что это как-то отразится на команде, или могли как-то повлиять эту ситуацию? Не могу. Хотелось. Опасаюсь, не мог. Не хотелось. Хотелось. За сколько? Поляки улетают сегодня. Россияне? Нет, я думаю, что российский метод нас не устраивает. У меня была возможность, я отказался. У меня однозначно мнение есть, что длительный турнир, и то, что ребята, мы уже практикуем это на протяжении последних лет, не выезжаем в стайки, проводим сборы здесь, иногородние у нас живут в гостинице, остальные живут по домам. Поэтому, с одной стороны, казалось бы, надо, чтобы команда сплачивалась. Я с этим проблем у нас не вижу. Когда они живут вместе, тоже это хорошо. С другой стороны, очень хорошо, когда я доволен, когда он видит своих детей, когда он может видеть свою семью. А при довольно долгой разлуке, я думаю, что не всегда это оптимально. Поэтому мы отказались однозначно от Тугаевской аравии. Рим Анатольевич, насколько хорошо удалось изучить соперников, в частности, Саудовской Аравии? Мне, наверное, меньше всего информации. Или удовольствие найти что-то? У нас есть материал по Саудовской Аравии, но я вам скажу, я еще даже не смотрел. Мы готовимся от игре к игре. И я уже повторялся, мне задавали много раз вопросы, как вы сейчас готовитесь. Мы не готовимся на конкретное соперничество. Мы знаем, что сейчас практикуется защита 6-0. Допустим, я уверен на 80%, что против нас поляки будут играть защиту 6-0. Второй вариант рутенко персональный. Вот так мы готовимся. Я уверен на 80%, что корейцы против нас будут играть активную защиту 3-3. Второй вариант рутенко персональный. Возможно 4-2. Поэтому на это было направлено наше нападение. Если брать остальных наших соперников, то сербы играют 6-0 или 3-2-1. То есть 3-3. Поэтому в этом плане довольно оптимально было все сбалансировано от нашей тренировки. И на эти две защиты. Плюс мы настраивались только на свою игру. И был главный пункт для наших тренировок. Плюс на восстановление былых связей, защите и развитие нашей защиты. Еще вопросы, пожалуйста. Не так давно ваша команда в рамках культикации в чемпионат Европы встречалась со словенцами. Это даст относить проблемы на оборону соперника. Какие-то ремоды зерна в этой игре. И насколько она отражает позиции в городской сборной группы? Я думаю, что в игре со словенцами у нас не было проблем по нападению. То есть счет говорит сам на себя. Мы забросили 32 гола. И у нас редко случаются проблемы в нападении по реализации, по забитым голам. У нас больше случается технический брак. Это наша проблема. А в игре со словенцами я думаю, что команда словенцами очень хорошо играла в нападении. И наша защита не справилась так, как хотелось бы мне. Но я повторяюсь, так как играет команда словенцами, играет мало команд. Мне лично очень нравится команда словенцами. Очень нравится. В стиле игры. И как тренер, я еще раз повторяю, мне очень сложно с ними играть. Если честно сказать, то я даже об этом матче не думаю. У нас первый матч. У нас сейчас идет все на подводку. Как подвести игроков. И будет неправильно, если мы, скажем, сборная больше, сильнее нас. И мы будем настраиваться на Словению и Корею. Сейчас в немецкой газете прошла тоже такая мысль, что у белорусов есть шансы попасть в одну восьмую. Но все будет зависеть от матча Словении и Кореи. Я думаю, что не совсем так. Да. Но не совсем другая. Ну, вы хорошо так дали расклад по тому, как в тактическом плане строить соперники. Хотелось бы спросить о вашей подготовке именно к игре в обороне. Какие варляции, так сказать, в арсенале, что основное, что план B. У нас есть и план A, и B, у нас есть все. Поэтому я думаю, что наши соперники тоже прекрасно нас изучают и знают то, что мы будем делать. Это не получили связи. Нет, но они знают, и не секрет, что во всех этих группах, то да, чередовая 5-1, а 6-2. Так оно и останется. 3-3 мы у нас нет. Я думаю, что с межурой шумаком довольно сложно играть 3-3. Поэтому два варианта защиты у нас остаются. Не секрет, что многие белорусские команды в игровых игр спорта выбывают больше на оборону. Чего вы ждете от своих парней на чемпионате мира? Исиграете ли вы для зрителей, которые наверняка будут смотреть на трансляцию? Какой вы гонгол хотите презентовать? Трудный вопрос. Скажем так, крылатая фраза. Защита... Нападение выигрывает игры, защита выигрывает чемпионаты. Тут знают это все. Поэтому в гонголе у нас действительно так, что если стоит защита, то можно себе позволить больше в нападении. Я сторонник и того, и контратаки, и нападения. То есть... Ну, довольно сложный вопрос. Я вам не могу ответить, потому что это полный комплекс. Но играть в защите без нападения, это тоже с ними не отвечает. То есть... Я сторонник быстрого гонгола. Да. Но под быстрый гонгол нужно определенно играть. Я сторонник гонгола умного. Поэтому я и сказал, что мне очень нравятся славянцы. Они играют очень. Да, пожалуйста. Еще раз, Республика. Георгий Анатольевич, дам вас вызвать общаться с Горбаком. Можно снять этот вопрос. Значит, чтобы закончить один раз и навсегда по Горбаку, я, еще раз повторяюсь, я нисколько не осуждаю или не против перехода Горбака за то, что он решил играть за сборную Россию. Но, я повторяюсь еще раз, есть отношение, есть слово, которое дал Горбок Шевцову. Он это знает. Чтобы не унижать Горбака слишком перед всем белорусским народом, я это слово не буду называть. Мы все ходим под Богом, он это знает. Поэтому Горбок для меня сегодня не существует. Давайте закончим этот вопрос. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста, есть. Памятуя вашу городскую карьеру, ваше выступление, да, перед крупным турниром, к примеру, вы не дали туда ехать, но сейчас, когда обезете команды, ощущения, волнения схожи они чем? И чем они разнятся? Чем отличался ментально Шевцов от сейчас, от ментально Шевцов? Чем отличался? Значит, вот ментально, когда я ехал на чемпионат мира, мы ехали за первым местом. Сейчас я за ним не еду. Поэтому, а все остальное остается. Развивай вопрос, Андрей, у вас игроков есть участие именно в чемпионатах мира, очень интересные. Один из них был Золотым, второй абсолютно провалим в составе главной СССР. Насколько вот именно тот игроковский опыт сейчас, в чем, вернее, и как он помогает вам? Пригодится вам, может или нет? Некосимый? Некосимый? Ну, это, скажем, опыт я черпаю всей своей жизнью. Я не берусь из чемпионата мира, и, естественно, были ошибки в 86-м году. Были другие, в 82-м году были позитивные. Но я черпаю всей своей жизнью. То есть я не делаю. Даже с нашего выступления на кик, я тоже делаю какие-то бывают. Поэтому говорить сегодня конкретно, что мы черпаем, или что, скажем, вспоминая игру перед Олимпийскими играми, нам повезло, что мы сыграли скорее. Товарищи клуб перед началом Олимпийской клуба. Для нас это был очень огромный опыт. Потому что в то время, вы знаете, что белорусский гонгол был, нас называли спутниками. Мы так играли быстро. Но когда мы играли скорее, они почему-то быстрее мяча бегали. И быстро на быстро не совсем нам удавалось. В финале мы сошлись, мы уже играли со всем другим гонгболом. Довольно просто выиграли корей. Поэтому, возвращаясь к 88-му году, я очень доволен, что мы сыграли с Картаром. Потому что, когда мои ребята играли очень быстро, почему-то у нас в конце получилось 18 ошибок. Поэтому, это не только говорит о чемпионате мира, я черпаю с того положительного, где у меня когда-то было, или наоборот, с того негатива, который у меня уже был. Еще вопросы, пожалуйста, Курдин. Нет вопросов? Расконференция завершена.